Культурный геноцид Южной Осетии и ее последствия стали темой обсуждения круглого стола, который прошел на площадке ГТРК ИР. Директор научно-исследовательского института, кандидат исторических наук Роберт Гоглоев отметил, что геноцид народа Южной Осетии начался задолго до официально признанной даты – событий 20-х годов прошлого века. Этому служат и документально зафиксированные исторические факты. Профессор, кандидат филологических наук Зоя Бетарте сделала уклон на уничтожение осетинского языка как культурного наследия осетинского народа. С этой целью за один год по указу официальной советской Грузии все школы Южной Осетии были переведены на грузинский язык. Радиоэфир звучал на грузинском. Официальные документы по большому счету фиксировались на грузинском. Писать о притеснении югостинского народа в советской Грузии, в состав которого Южная Осетия тогда входила, было более чем затруднительно. Однако находились люди, которые открыто выступали против притеснения и уничтожения нашего языка и культуры. Наша главная цель – признание геноцида Южной части Осетии мировым сообществом. Наша главная цель – признание геноцида Южной осетинского народа в советской Грузии и уничтожения нашего народа в советской Грузии. Присутствующие отметили, необходимо провести тщательную работу для того, чтобы донести до мирового сообщества факт спланированного систематического и преднамеренного уничтожения осетинского народа. Эльвиря Дебилова, Азамат Кудзеев, Лали Кудоева, информационный выпуск сегодня.